АПЛОДИСМЕНТЫ 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 То есть сегодня вот этот тренд, это движение, которое говорит о том, что нам нужна молодежь, нам нужны новые люди, новые имена во всех направлениях деятельности государства. Это подтверждается даже на уровне федерального правительства. У нас сегодня тема разговоров, конечно же, прежде всего Архангельского областа. А ситуация, которую мы имеем здесь, и где нужна очередная помощь и очередное ваше участие. Ситуация выглядит достаточно комфортно. В поле деятельности для молодежи открыто по целому ряду причин. Во-первых, приходим новое правительство, новый губернатор, в целом ряде государственных учреждений. В целом ряде государственных учреждений будут смены руководителей, когда на должности руководящих привлекаются новые лица. Обязательно могут быть молодые, новые люди, которые нуждаются в новых командах. Это хорошее время, когда человек, который хочет себя проявить, который считает себя способным найти и реализовать какие-то задачи, над которыми он уже работает, предполагает, для себя работает, может себя реализовать. Я очень призываю всех вас, как людей, собравшихся здесь, достаточно активных, использовать текущую ситуацию в ваших личных целях. Нам это нужно, я повторяю. Конечно же, не менее важным событием для нас будет предстоящий ответ. 14 октября у нас будет выговор в муниципальное образование, скажем так, нижнем уровне. Если повред, муниципальное образование, не районный уровень, а в муниципальном уровне. Это важнейший государственный процесс. По сути дела, это те люди, которые являются базой власти, базой управления всей страной. В зависимости от того, каким образом, какого качества, какого уровня образования, какого интереса наслаждает местная власть, именно таким образом мы будем работать в ближайшие пять лет. Никак не нужно. Все очень непросто, все очень неоднозначно, потому что сегодня государственная власть далеко не сахар. Помимо атрибутов, где-то отдельных предметов и, скажем так, звучания на общественном уровне, имени, на фамилии человека, безусловно, подразвивает сегодня большой набор ответственности, большой набор тех решений, которые определяют деятельность того или иного поселения, муниципального образования. Это ответственность, большая. Начиная просто с ответственности перед людьми, которыми ты живешь рядом, и кончая высшими уровнями ответственности, как административные, уголовные, конституционные и так далее. Но, с другой стороны, кто, если не мог? Это тоже очевидный постулат, поскольку, если мы хотим, чтобы регион был медепрессионным, чтобы он развивался, чтобы люди, которые здесь живут, оставались здесь жить, видели свое будущее, с областью, конечно же, нужно, чтобы к руководству приходили люди, которые свое будущее с этим местом связывают, с этим регионом, с этим муниципальным образованием. И здесь тоже сегодня мы, как власть, конечно, находимся в большом интересе к вам. Мы очень заинтересованы в том, чтобы, если такие позывы были, они, безусловно, были с нами услышаны, где-то поддержаны, где-то далеко не факт, что каждый из тех, кто захочет порулить, соответствует этой высокой должности. Но мы готовы к диалогу и очень хотели бы таких людей находить. Мы стараемся сейчас, для того, чтобы реализовать те задачи, о которых я сказал, мы стараемся быть достаточно доступными. Сегодня существует и Министерство полноводежной политики, существует заместитель губернатора по региональной политике, который является, скажем так, основными реализаторами вот этих вот направлений деятельности. Но мы формируем максимум площадок, где можно взаимодействовать и можно быть услышанным. Все то, что хорошее, что наработано, оно, безусловно, будет сохранено. Здесь, в команды 29, наш, как это называется, слет, да, вот это называется, за городом, когда мы не собираемся оставаться, живем хорошо. Это, в команды 29, у нас еще формирует политика. А, формирует линия. То есть площадок мы формируем, и они, еще раз говорю, все то, хорошее, что существует, оно будет, безусловно, развиваться. Другое дело, что мы от каждого из этих проектов хотим иметь век. Мы, безусловно, понимаем, что хорошо провести время и пообщаться, это дорогое стоит. Но очень рассчитываем на то, что больше даже для вас. У нас свои нокативные интересы, мы хотим получить вас для того, чтобы использовать ваши знания на уме. А вот у вас должны быть, кстати, интересы, и мы хотим, чтобы вы не возьмете через эти площадки, именно самореализовываться. Я думаю, что тот совет, который здесь сегодня собрался, он, помимо того, что мы должны пообщаться с руководителями региона, является для нас, еще и проводником наших мыслей и желаний, и задач, которые мы ставим. Я очень рассчитываю, что то, что будет обсуждаться на всех площадках, на всех уровнях общения, будет донесено дальше. Это тоже для нас очень важно, потому что мы хотим, чтобы через вас вы смогли донести вот эту важную мысль, потому что власть у вас нуждается, до молодых людей, в институте, поселении, в школе, регионах, в трудовом коллективе. Все это должно быть очень рассчитано, что вы, как ответственные люди, сможете реализовать в том числе и эту задачу. Ну и завершая свой вступительный спич, я, безусловно, хотел бы, с одной стороны, пожелать вам успехов, работа, которая у вас замечена в рамках этого совета, но и, опять-таки, призываю вас взаимно ответственным и подходить к тем задачам, которые стоят перед вами, именно с государственной позиции, никак не были. Кто, если не вы, обеспечит достойное существование и развитие людей в вашем ииспальном образовании, в районе, в Архангельской области, да и в России в целом. Именно так и звучит сегодня ситуация. Всего вам доброго в ваших добрых и правильных делах. На самом деле, вы знаете, мне нужно выступить с одной инициативой по отношению к предстоящему муниципальному выбору. Я вот тоже сейчас много об этом думаю и озабочен процессом. Залеко не все меня устраивает. Я считаю, что мы вообще сегодня находимся в составе констатации фактов, что получится. Но мне кажется, что было бы неплохо, если бы молодежи выступила с такой инициативой. Готов полностью передать его без упоминания о моей памяти в ваше пользование. Давайте предложим каждому главе, каждому человеку, который идет на выборы в главу муниципального образования, сейчас поселенческого основного уровня, обозначить пять обязательных дел, которые он сделает за время своего руководства. И возьмем и поставим вместе с ним, он на контроле, пять обязательных дел. Вообще, готовы делать вариант, когда на каком-нибудь большом стенде в центре каждого поселения будут пять обязательных дел. Из расчета, конечно, на срок полномочий, эти дела должны быть достойны, они должны быть понятны каждому поселению. Довольно простая такая инициатива, но сформулировать, что если ты идешь во власть, то сделай, пожалуйста, дверь в клубе, дорогу к храму, пристань на реке и так далее. И вот эти пять обязательных дел, это будет только центра власти. И взять это на соответствующий контроль, и как требование, ведь жить в этих муниципальных образованиях, я вынужден говорить по общей фразе, что поселения, деревья наши, где-то поселки играться в Солоке, где будет у нас власть, играться руководителям. Ну, поставить перед ними задачу, сформулировать, ради чего ты туда идешь. Для того, чтобы поучаствовать в этом процессе, и для того, чтобы сделать конкретные дела вот людям, живущим в этом конкретном испанном образовании. И эти пять дел будут методом такого взаимодействия. Эти пять дел могут быть на уровне основных. То есть, если сегодня в поселок Ельза, в Устьянском районе, в Устьянском районе нужна дорога, то, и она настолько нужна, что это вопрос, речь идет о выживании этого поселения, как поселения. Люди не могут добраться, даже если речь идет на самые критические ситуации. Но человек, который идет во власть, он может сказать, я сделаю все, чтобы эта дорога была. Для этого, понятное дело, нужно выходить к губернатору, где-то в дорожный фонд, где-то могут поговорить с местными медицинами. Но это то, ради чего стоит. Если стоит вопрос о том, что сегодня в Устьянском районе не строится почему-то факт, 5-6-5-6-5-6-5-6-5, есть там продажи. Но надо построить. Это должно быть задачи транспорта, которые скажут, «Я иду для того, чтобы сделать людям что-то конкретное». И в каждом из таких районов, либо как задание, либо как посыл, либо как обязательство этого главы сформулировать. И потом, когда эти пункты будут выполнены, будет понятно, что человек не зря пришел в город. Причем, опять чуть правоусловные, но кажется, что если это достойные дела, то они должны быть. Тогда совершенно будет иначе смотреться в эту задачу транспорта. Кроме того, с такой инициативой выступить, это совсем другое отношение. Потому что нам-то, знаете, что обещают, когда идут во власть в основном? Я тоже недавно только губернатор, поэтому помню, как мы обещали. Рост уровня обеспеченности медицинскими услугами на 4,5%. Кто мне скажет, что это такое? Я это уже не знаю, мне смешно. А это то, чем сегодня мы в роли не качествуемся. То есть процент выполнения федеральных, я все слушаю своих руководителей на отчетах на правительство, процент уровень выполнения, как называется, вы помните, по федеральным, по долгосрочным целям. Нет, а свойность это одно, а там еще есть уровень выполнения заданий по этой программе. Тоже называют они где-то 87%, где-то 63%. Как это видео объяснить, этот процент выполнения целевой программы? Как объяснить, что мы что-то сделали? Власть там, на все стране. Для меня это очень сложно. И если мы с вами делали, 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 делали школу, мы завезли туда парты, то мы сделали школу, а мы не сделали. На 40%? На 40%. Нет, это даже будет до 95%. Мы задачу выполнили на 95%. Все должны быть безумно счастливы. Но в школу не войти, парт нет. Вот и все. Вот что стоит за теми цифрами, которые мы как власть периодически пытаемся оперировать. Поэтому перейти к очень конкретным задачам с подведением итогов, через три года, можно сказать, выполнен пятилетку за три года, значит, можно верить человеку, задавать ему еще каких-нибудь задач, чтобы он следующие два года не будет. Поэтому вот такое установление отношений в условиях, когда можно подвести часу, почему бы и нет? Поэтому вот я предлагаю вам поработать, особенно касается, конечно, в районах, в городе Архангельске сейчас это невозможно. Я не успел, это не делаю, чуть пять дел подложить. Но мы с ним отдельно договоримся. А вот что касается остальных, у нас выборы сейчас, кстати, будет 14 октября, а следующие, второе воскресенье сентября, закончили по второму счету. Я не думаю, что он предъявляет это радикальное извинение сентября. И мы даже не обыденели, если применим, если с областной войны. Но второе воскресенье сентября, 12-й годом на следующий год. Поэтому вот, бывает опасен. Потом можно и областным депутатам такую задачу поставить, и главным муниципальным районам, если поставить. Так, я, на самом деле, вы знаете, у меня график достаточно напряженный, я поэтому хочу предложение высказать для обсуждения, мы дальше обсудим где дорожные карты. Очень хочу, чтобы этот документ стал рабочим. Это, между прочим, такие же пять дел, но только не картины, но и больше для каждого министерства в правительстве. И мы, безусловно, рассчитываем на этот документ, на наши обязательства перед жителями Архангельского оборота. То есть мы скажем, что мы различаем, и пришли в область, и все, и все, и все. И после этого это мы проведем. Далеко не все получится. Я посмотрел, все документы, которые мы представили министры и руководители агентств, все посмотрели, все довели. У нас было свое интимное обсуждение по этим документам. Мы сейчас взяли сестру на доработку, и после этого мы еще делимся на всеобщее обсуждение. На основании их будет ряд стратегических документов, которые сделаны для региона не на пять лет, а на поле зимой срок. Но очень хотелось бы, чтобы вы поучаствовали в этом документе, потому что это ваша непосредственно жизнь. Спорт, туризм, молодежная политика это непосредственно действует. И я готов выполнить какое-то сождественное поручение, и я всегда за это мне больше всего нравится в моей работе. Ну, на этом, коллеги, у нас все будет заканчивать. Сергей Михайлович, буду сказать, вот так я подвернусь вам, и мы не послушаем все предложения. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!